всем привет привет мы рады видеть вас на нашем канале сегодня мы поговорим про уборку ванной комнаты и стирка расхламление и выброс ненужных вещей все что накопилось за это время и начнем мы с загрузки стиральной машинки остатки на сегодняшний день наконец дошли руки и до постельного сына они с мужем уехали пару дней назад к бабушке но об этом будет видео позже немножко подождите я сортирую белье иногда складываю вещей постельная иногда нет честно говоря в постельном не знаю не вижу я особо разницы но многие говорят что она более ровнее меньше нужно гладить я как таковой разницы не вижу гладить приходится любом случае вот также у нас еще вот так ванна не доделан до конца не хватает как-то столешницы для раковины полочек немножко раковину мы купили нас уже стоит уже стоит почти год вот ну я вам потом покажу как она она настояла до установлена даже было одно время полочки были временное все сделано я вам сейчас покажу в таком виде у нас была ванна до ремонта это очень до покладки плитки в итоге у меня все уже нервы закончились не помыть ванну так как вся сена в гипсокартоне решились уже положить плитку все остальное вот у нас как бы все получилось да эти дети боются в ванной игрушки берут каждый свое дочка кукол сначала разрисует потом не берет его ванную пытается отмывать мальчики же то ли машинники то ли трубки для ныряния вот мы нашли не так давно очки для плавания но у бассейна еще рано холодно они решили использовать ванной все лишнее все чем не пользуемся больше месяцем даже 2 все выбрасываю все надоело собираем вечно собираем и для чего мы собираем непонятно вот решила немножко начинать расслабляться нужно расслабляться вниз не оставляйте все то что вы не пользуетесь старайтесь куда делать вы сказать ревизию хотя бы раз в месяц то чем вы не пользуетесь но это касается ванной такое кухня чего не пользуетесь убираете не надо оставлять все это зачем я по своему опыту поняла мы конечно доберемся до кухни но это будет уже другая история до вещей это как бы все дойдем но на данный момент разбираем ванну если убираешься в другой комнате переносишь все равно что-то в ванну дабы ну потом помоется ну потом вот надо домыть но потом делаешь то еще то еще то еще вот сегодня мы как бы все разберем все что не нужно мы выбросим оставим только то чем будем пользоваться у нас как бы здесь лишнего особо ничего нету но все равно выбрасываю все что не нужно все находится на одной может хоть полки все сортируем нет к сожалению закрытой полки еще вот не люблю когда все на виду ну сейчас оставим все аккуратненько чтобы ничего нигде не лежало а а а а а а а и Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот, поэтому безопасно. Стеновую плитку после того, как положил ей пол, муж говорит, типа, может, все-таки мы сами, как бы, пол легче, стены тяжелее, наоборот. Опять же, смотрел видео, ну, как обычно, по видео вроде все настолько просто. Вот, ну, начали пробовать, начали пробовать. Покупали там специальные пингвины, какие-то штучки для выравнивания, крестики, короче, все, что нужно для прокладки и плитки. В итоге начали ложить, я ему, конечно же, помогала в этом, сын также нам в помощь был. В итоге плитку мы положили, даже получилось, как бы, очень хорошо, мне очень нравится. Главное, что не пришлось никому платить, сами сделали, вот, ну, и получили, конечно же, свой результат, как вот и хотели. Так, дальше мы поставили, вот, ванну обратно, как она стоит сейчас. За ванной там оставалось место, мы сделали такую, ну, типа, нишу, полочка. Вот, для моющих также можно поставить. Так, дальше. Так, дальше. Так, дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, у нас в ванной окошко. Когда мы только начинали строительство, здесь было намного больше. Здесь вообще не ванна планировалась, а что-то другое. Вот, мы решили его не закладывать полностью, а немножко уменьшить. Вот, и это, кстати, было очень правильным решением, так как это экономит много света, можно сказать так. Днем светло вообще не пользуемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Окно моё обычными тряпочками. Салфетку я заказала, жду доставки с Валберис. Также средства на данный момент использую. Не то, что я всегда беру, пользуюсь тем, что я пользуюсь обычно. Муж потратил на полировку машины перед отъездом. Короче, купила любой окупавшийся. Ну, опять же, не было времени смотреть. Ходить с детьми особо не насмотришься. Также хочу сказать, что окна я мыть вообще не люблю, можно сказать. Ну, конечно, пластиковые, что их там мыть. А у нас не во всём доме свет пластиковые. Вот. И до окона добраться толком не могу. Вот. Ну, точнее, не то, что не могу, нет желания. Вот. Но сегодня мы помоем его изнутри ванной, а завтра придётся мыть и наружу, чтобы она уже была чистенькая. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Как раз уже генералим ванну, по-моему, соответственно, батарею. В ней очень много собирается пыли, как я ее мою, набираю в бутылку с пшиккой воды, ну, можно немножко срезок отступать, и просто промываю, пшикаю. Вот, это, кстати, очень хорошо, опять же, после того, как сделали плитку. До этого я так сделать не могла, так как был гипсокартон, он бы размяг, и были бы пыры, и он бы развалился. Когда есть плитка, я могу делать все, что угодно. Вот, это очень большой плюс. Субтитры подогнал «Симон»! Также у нас в ванной сделаны выходы для змеевика. Я не знаю, для чего мы их вообще делали, так как у нас есть и батарея, и у нас идет теплый пол по всему дому, также включая и ванну. Вот, теперь переходим к моему самому любимому, это зеркало. Я его просто обожаю. Долго выбирали зеркало, большие, если в обрамлении они очень дорогие. Короче, нам друг посоветовал взять мебельное зеркало, оно идет очень, ну, намного подешевле. Вот, размеры, можно сказать, любые. Вот, мы померили и заказали почти вовсю стену. Смотрится классно, моется легко. Я просто в восторге. Супер просто. Субтитры подогнал «Симон»! Последние штрихи. Протираем пол, также вешаем свеженькие очистки, полотенчики. И все, готово. Генеральная уборка завершена. Смотрите, как все классно получилось, чистенько, свежо. Вот, спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч. Всем пока-пока.